Всем привет! С вами снова Илья. Это прогноз криптовалютного рынка на 7 июня. Вчера не было видео, а сегодня тоже с небольшой задержкой. Все из-за перелетов, акклиматизации. Но сейчас давайте посмотрим, на что у нас на криптовалютном рынке происходит, что можно придумать с биткоином, ну и собственно с альтами. Ничего особо значительного за эти два дня не произошло, но спойлер, есть некое предположение, что BTC на данный момент времени формирует одну из самых серьезных попыток пройти отметку 71 200 долларов, вынести этого продавца, так как консолидируется прямо на уровне и формирует довольно существенные объемы в этого же самого продавца. Будем надеяться, что это ему удастся, и проход за этого продавца будет означать достаточно серьезный импульс, как я уже повторял ранее, и на мой взгляд не остановится вплоть до перебития от аж, так как, ну, такой покупательский интерес, ну, с выбиванием продавца, он, как правило, очень серьезный импульс придает, потому что уже некому сдерживать цену, а многие также видят, что силы, как бы, противодействующие, они значительно ослабились, а также начинают покупать. Поэтому здесь может быть такой эффект снежного кома после пробоя как раз-таки вот этого диапазона. Наш же взгляд на рынок, я уже повторял многократно, и в краткосрочной перспективе, и в более долгосрочной, и в краткосрочной, я напоминаю, что мы должны были, и так и было, да, сформировать ложный пробой диапазона, после чего снова вернуться. Причем, я думал, что вернемся пониже, значительно ниже, даже 70 тысяч долларов, хотя бы к середине диапазона 69 тысяч 200, но здесь мы видим, что цену подлавливают и снова к продавцу возвращают. Поэтому, именно поэтому, я считаю, что текущая попытка пройти этого продавца одна из самых таких значимых, и, на мой взгляд, с большой долей вероятности будет эффективной. Вот, по поводу дальнейшего поведения цены, значит, вот такой наш был план. Сейчас, как мне кажется, мы находимся примерно на этом этапе, два дня назад находились на этом, то есть, с идеей ложного пробоя. Сейчас мы немного подупали после такого ложного пробоя этого диапазона. Скорее всего, или сейчас немного подконсолидируемся, или сформируем все-таки более сильный отбой, после чего, как мне кажется, мы должны увидеть уже этот самый пробой. Единственное, что осложняет все это мероприятие, это как раз-таки выходные. То есть, как мы знаем, на выходных у нас ограниченная эффективность пробойных идей, очень ограниченная за счет того, что участников немного, и пробойные идей отрабатывают себя редко. Но в эти выходные, в принципе, могут и удивить, и за счет низкой ликвидности как раз-таки вывести вот этот вот рост. То есть, идея, значит, здесь у нас и взгляд на рынок исходит из того, что мы сейчас или консолидируемся возле уровня, или формируем как бы более сильный отбой, после чего подходим к диапазону, и мне кажется, уже формируем истинный пробой. Ну, либо истинный пробой после консолидации. То есть, какой-то такой вот взгляд, который мы, в принципе, изначально и закладывали, еще когда биткоин находился страшно подумать вот здесь, 27 мая. С тех пор практически ничего не изменилось в котировках, но довольно большой путь проделан с точки зрения забора ликвидности. Вот, это по биткоину. Теперь давайте на другие монеты посмотрим. По ним не так много новостей, и вообще все сложнее как-то отбирать что-то интересное для вас. Но, по традиции, будем разбирать ноткоин, да. Главный, этот, забыл, спонсор, наверное, всех комментариев под последними видео, потому что на него прям активно набегают спамеры. Давайте, значит, посмотрим, что у нас здесь происходит. Напомню, что изначальный взгляд и текущий взгляд строится вокруг того, что ноткоин, скорее всего, разгрузит немного покупателей, причем более стремительными темпами. Для этого ему нужно пройти под 2 цента, возможно, каким-то резким движением, и лишь после этого будет какое-то, на мой взгляд, интересное продолжение в части дальнейшего роста цены. То есть, если мы посмотрим на то, как себя вела цена, и то, каким образом, ну, как бы, из чего сейчас складывается там капитализация, и, в принципе, из чего рост котировок, то, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе у него есть еще, как бы, потенциал к росту. Мы его неоднократно озвучивали, да, от текущих отметок, ну, это уже поменьше, естественно, чем вот там полуцента или 0.07, с которых у меня были покупки с начала листинга. Но X3, как мне кажется, здесь вполне себе доступно. Если у вас нет вообще ноткоина, то я бы смотрел только на покупки после вот этого самого ложного пробоя. И если, например, мы формируем пробой, и цена не возвращается, то есть вы не видите никакой поддержки со стороны покупателей, то мне кажется, что нужно ее дожидаться, а не просто вслепую здесь покупать. Потому что протащить могут, в том числе, и как зону распределения локальную, вернуть там нас на 1.2 цента, отсюда снова накопиться и после этого подрастать. Таким нехитрым способом сейчас, точнее, месяц назад, месяц-два назад действовал крупный капитал в разрезе альпкоинов. Поэтому это, в принципе, тоже вполне себе такой реальный сценарий, в том числе нацеленный на продолжение роста. По тону ничего интересного, как бы очередные попытки пробить хай, там новости за новостями сыпятся, новые монеты выпускаются, экосистема расширяется, скорее всего, текущие котировки еще не финиш, и дотянут нас, предположительно, до 10, возможно, 10+. Но с учетом того, сколько мы уже выросли, какой потенциал здесь остается, и какая капитализация уже утона, я бы здесь новые покупки совершал с определенной осторожностью. Все, что есть, как бы, додерживал, да, вот с этой зоны накопления. Моя, моя сделка, да. Я бы держал там, ну, понятно, уже многократно говорил, эти котировки там, немного не доходя до 10, можно немного не доходя до 9 рассмотреть, и по частям прикрывать. Ну, и на удачу я всегда держу какую-то часть позиции, на случай каких-то неимоверных иксов, чтобы потом не развивать в себе какое-то вот фома с идеей того, чтобы новую сделку совершить и добраться то, что уже недавно скинул. Вот. Ну, и последняя монета на сегодня – это Монеро. Монеро у нас после касания нижней границы нового диапазона. Давайте на каждом это напишем. Вот. После касания нижней границы диапазона начал подрастать. Сейчас уже торгуется по 172. Его не найти сейчас на споте. Поэтому мы и смотрим график на фьючах. И, в принципе, проторговать его и на Байбит, и на Бинансе можно на фьючах. Сейчас мы приближаемся к верхней границе. Мне кажется, что здесь у нас будет пробой, но пробой не сильный. Скорее всего, до отметок около 200, или немного заходя за 200, или немного не доходя до 200. После чего нас снова вернут в боковой диапазон. В связи с этим формируются две стойки идеи. Идея номер один – это попробовать проторговать краткосрочный шорт на том самом ложном пробое 200, или ложном пробое вот этой вот вершины, не доходя до 200, с коротким стопом на возврат в диапазон. Либо идейка номер два, идейка долгосрочная, мы ее уже многократно озвучивали. Она как раз таки, ну вот, я ее сейчас удалил, то есть эта идея – попробовать отработать вот эту вот всю зону накопления, уже очень длительную, на потенциал выхода из нее наверх. Что может нас привести не прямо к миллиардам, но, скорее всего, к отметкам около 280-290. Но для этого нам нужна нормальная точка входа. Если мы ее цепанули, или вы ее цепанули, когда мы ее рассматривали, там был, по-моему, рынок плюс добавление на ложно-пробой 110, то окей, как бы, можно попробовать поддержать, там, 280. Сейчас котировки для этого не особо подходят, и ближайшие, которые более-менее подходят, это отметки около 137. То есть, если сейчас вот этот вот весь рост немного распродадут и вернут нас хотя бы к 137, то эти точки входа уже более-менее подходят для такой идеи долгосрочного роста. В остальном же рынок сейчас максимально скучный, перешли мы снова в такие консолидации, но текущая консолидация, чем она дольше, тем лучше. Вот я имею в виду возле отметки в 71-1200 долларов, потому что она может означать, что мы разбираем продавца. То есть, у этого продавца есть, ну, ограниченные силы, у любого игрока на рынке ограниченные силы. И пока что, да, видите, он справляется с потоком заявок на покупку, и в них пока что распродается. Но судя по тому, что держит прямо возле него, в какой-то момент времени он может отпустить, как бы, ну, у него просто закончатся биткоины, да, и он, соответственно, уйдет, и рынок у нас начнет рост. Либо второй вариант, более хитрый, да, я бы сам так делал, я так делаю, да, под некоторым низколиквидным акциям, на данный момент времени и фондам. Это очень простой способ, когда ставится большая заявка на продажу, будто бы, но в реальности набирается позиция в лонг. Это не прям хитрая стратегия, не прям новая, но заключается она в том, что создаётся иллюзия повышенного предложения, за счёт иллюзии повышенного предложения заявка большая фронтранница, это означает, что ставятся другие заявки продавцов перед большой, да, и эти заявки их выкупают, как раз-таки покупатель, реальный, а не продавец, за счёт того, что не прячется за большой заявкой в какой-то момент времени, он эту заявку просто убирает, опускает, делает что угодно, и рынок у нас уходит наверх, вот. Поэтому такие, если дойдут руки, я всё собираюсь, если дойдут руки, я покажу, как я это делаю на низколиквидных фондах, и как-то можно рынком заманипулировать законно, пока что. Вот, поэтому на этом я с вами прощаюсь, напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками, ни в коем случае не инвестируйся в то, что вы не готовы потерять, всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, остроговышение, принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь, всего хорошего и пока.